каждая хорошая хозяйка имеет своем арсенале большое количество рецептов вкусных салатиков но тем не менее каждый раз хочется приготовить что-нибудь новенькое дорогие дамы сегодня я вам хочу предложить очень вкусный эффектный пикантный картофельный салатик этот салат берет свое начало с корейской кулинарии сегодняшний вариант я подам авторски так как вижу его я и как мне кажется он будет звучать намного вкуснее первым делом мы с вами сейчас сделаем вкусное луковое масло которое необходимо для того чтобы залить наш салатик и получить максимальный вкус я буду использовать рисовое масло я очень люблю это рисовое масло потому что она полезная вот посмотрите вот это видео в нем я подробно рассказываю о всех его невероятных качествах если у вас нету рисового масла можете использовать обычное рафинированное подсолнечное наливаем буквально грамм 70 масла я беру красную луковицу половинку обратите внимание я не делаю его слишком мелко но и не крупно половинка обычной белой луковицы четыре зубца чеснока масло хорошо разогрелось до дымится так и должно быть отправляем наш лучок наша задача поджарить лучок и чесночок до приятного золотистого оттенка еще буквально секунд десять и готово часть лука я заберу а вот это горячее масло мы сейчас с вами нальем вот сюда варите к чайная ложечка черного перца неполная чайная ложечка чили заливаем да я заварил перец и чили у нас с вами получится острое луковое масло это и будет наша основная заправка для нашего салатика нашу заправочку отставляем в стороночку вог не мойте он нам еще понадобится бумажным полотенцем уберите остатки лука мы на нем будем готовить мясо буквально через 15 минут следующий момент нам нужно с вами замариновать немножко лука нарезаем его полукольцами так тонко насколько вы можете щепотка соли лук сильно не нужно мять иначе он будет пахнуть духами слегка вот так вот его встряхнем ложечку уксуса мы его будем добавлять самом конце когда наш салат будет готов наш картофельный салатик будет с мясом какое вам мясо выбрать выбирайте только премиальные отруб это филе это может быть стейковое мясо типа стрип лойн или сирлойн у меня кусочек филе нам нужно 200 грамм ребята я вам даю вот для этого салата выверенные пропорции не нужно делать на глаз воспользуйтесь весами первый раз пожалуйста сделайте как я вам предлагаю очень очень тоненько нарезаем 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 вот такими вот филетками петель и полоски мясо будет жариться очень быстро поэтому нам нужно именно мягкая сочная по возможности длинными полосками нарезайте ну как получится добавляем щепотку соли 1 четвертую чайной ложечки глютамат натрия 1 4 чайной ложечки чайная ложка уксус я использую обычный яблочный уксус терияки среднем чайная ложечка соевый соус 2 столовых ложки зубец чеснока свежего имбиря вот буквально маленький кусочек он даст нам необходимый вкус и остроту помните что имбирь очень острый все смешали замечательно мясо в сторонку на ближайшие 10-15 минут будет маринуется руки мыть тщательно потому что мы пользовались мясом для нашего салата необходима терка мандолина выбирайте картошечку так чтобы она была подлинче ребята нам нужно 400 грамм картофеля заливаем холодной водой и еще раз замечательно вот видите вода уже прозрачная то что нужно доводим воду до кипения полтора литра воды 4 столовых ложки яблочного уксуса полная столовая ложка соли вкус воды вы можете в принципе определить сами он должен быть выражены на уксус и на соль сейчас воду доводим до кипения затем мы отправляем картошку заводите таймер ровно на 2 минуты варим 2 минуты не более 400 грамм натертого картофеля отправляем закрываем крышку доводим до кипения да как только закипит только после этого мы завоем таймер так вода у нас в общем то начала кипеть включаем таймер 2 минуты картошка у нас будет сварена до половины она должна хрустеть регулярно просто-напросто пробуйте еще чуток если видите что у вас слишком вода кипит сделайте тише конечно же так чтобы картошка у нас не развалилась все готово вот смотрите как она хрустит вот так сливаем картошку не моем пусть она остывает естественным образом вот так вот и разноровняли по краям дуршляка пока она остынет до комнатной температуры пройдет минут в среднем 10-12 она еще слегка подварится но при этом останется такая хрустящая как и должна быть картошка в салате тем временем поджать и столовую ложку полную семечек кунжута смотрите чтобы они не сгорели иначе будут горчить слегка буквально прогрели видите приятный такой золотистый оттенок и готова зачем нам это надо два момента первое когда не раз фасовщики на заводах фасуют семечки кунжута там очень быстро заводится насекомые поэтому нам нужно продезинфицировать эти семечки и второй момент это конечно же вкус когда вы поджарите семечки кунжута они максимально откроются и улучшат вкус вашего блюда долго жарить не нужно вот буквально секунд 10-15 этой температуры достаточно для того чтобы погибли все насекомые которые здесь могут присутствовать и при этом мы с вами не сожгли семечки все достаточно пришло время жарить наше мясо масло который мы с вами приготовили берем 3 столовых ложки смазываем бог хорошо прогреваем пошло мясо ребята это мяско жарится очень очень быстро на максимальном огне буквально полторы две минуты не более пробуем начаться наш маринад идеально все готово мясо в сторонку даем ему остыть до комнатной температуры после этого начнем собирать наш товар друзья наши ингредиенты практически готовы мясо кстати обратите внимание посмотрите к наш мясо до сих пор еще даже имеет розоватый оттенок то есть у нас с вами получилось medium well она нежная сочная в сторонку наша картошечка ну-ка супер супер и последний ингредиент натертый огурчик тоже на терочке мандолина нам нужно с вами 150 грамм сердцевинку не трем потому что она слишком вялое и опять же испортит нам салат все объединяем огурчик наша картошечка лучок лучок отжать вот так вот и сюда выдавливаем сюда большой зубец чеснока все смешиваем да очень красиво выглядит этот салат на сказать очень полезный наш жареный лучок две столовых ложки это у нас с вами специи помните чили и черный перец сюда же заваренный сюда же столовая ложка жареного кунжута половина столовой ложки молотого кориандра две столовых ложки рубленой петрушки все смешали многие корейские салаты заливают сразу кипящим маслом этот я не заливаю я заранее сделал заливку с перцем по причине того что у нас здесь много свежих овощей так сейчас попробуем . ну какой повар не любит пока да ребята если вы видите шеф-повара худого можете смело уходить он не умеет готовить и не любит кушать только хорошее но и но жирный повар тоже это плохо потому что он ленивый он только есть тогда не очень толстый вот повар идеальный вот очень скромно да очень скромно ну ребятки вот наш замечательный освежающий пикантный вкуснейший салатик сразу вам скажу невероятно вкуснятина будет улетать со стола первым вот аппетитненько да очень очень оригинально очень вкусно тот кто не пробовал полусырую картошку рекомендую чем дольше это салатик у вас стоит в холодильнике тем он вкуснее я вам рекомендую перед тем как подать его на стол вот закончили салатик сразу в холодильник и дайте ему хотя бы часок полтора там постоять так чтобы специи обменялись своими ароматами вкусами а на следующий день это вообще за уши не оттенешь обязательно приготовьте этот салатик напишите мне получилось не получилось возникнут вопросы спрашивайте всем отвечу ну на этом все увидимся в следующий раз пока мои дорогие